Желание передавать информацию от одного компьютера к другому обеспечит пользователям совместный доступ к техническим устройствам, программному обеспечению и информационным ресурсам компьютеров вызвало необходимость объединения компьютеров в единую сеть. Компьютерная сеть – это объединение компьютеров, обеспечивающее совместное использование сетевых ресурсов. По территориальному признаку компьютерные сети можно разделить на четыре вида – локальные, региональные, корпоративные, глобальные. Компьютеры, расположенные на небольших расстояниях друг от друга, могут быть объединены в локальную сеть. Это, как правило, сеть одной организации, учебного заведения и т.п. Пример локальной компьютерной сети – сеть в кабинете информатики. Она существует для того, чтобы учащиеся могли работать с одними и теми же информационными ресурсами и использовать общий принтер. Локальные сети с помощью устройств подключения маршрутизаторов через линии связи объединяются в пределах одного района, города, области в региональные сети, которые, в свою очередь, подсоединяются к другим региональным сетям, образуя всемирную глобальную сеть. В глобальных компьютерных сетях ограничений на расстояние между компьютерами не существует. По способу организации локальные компьютерные сети делятся на одноранговые и сети с выделенным сервером. В одноранговых сетях все компьютеры равноправны. Сеть с выделенным сервером имеет один высокопроизводительный компьютер, управляющий работой всей сети. Этот компьютер называется сервером. Он предоставляет свои ресурсы для совместного использования остальным компьютерам сети, называемым клиентами, и может управлять их работой. По способу подключения компьютерные сети могут быть проводными и беспроводными. Для организации работы компьютеров, объединенных в локальную сеть, необходимо соответствующее аппаратное и программное обеспечение. К аппаратному обеспечению работы локальной сети относятся сетевые платы, сетевая карта и специальный кабель. Сетевыми платами должны быть оснащены все компьютеры сети. Они предназначены для приема и передачи информации в сети. Компьютеры в сети соединяются с помощью специального кабеля. Гнездо для сетевого кабеля расположено на задней стенке системного блока. Наиболее распространены следующие способы соединения компьютеров в сети. Способ соединения шина. Как правило, используется для одноранговых компьютерных сетей. В таких сетях кабель проходит от одного компьютера к другому, соединяя компьютеры и периферийные устройства. Способ соединения звезда. Используется для любых локальных сетей. При таком соединении каждому компьютеру подходит отдельный кабель из одного центрального узла. В настоящее время все чаще используются беспроводные локальные сети. В беспроводных локальных сетях используется точка доступа, а на каждом компьютере должна быть установлена специальная беспроводная сетевая плата типа Wi-Fi. Программную поддержку работы компьютеров в локальной сети выполняет операционная система. Компьютеры объединяют в сети для совместного использования сетевых ресурсов. Сетевыми ресурсами, ресурсами сети, компьютеров могут являться технические устройства, принтеры, модемы, дисководы, программное обеспечение, системное прикладное и инструментальное, информационные ресурсы, файлы с информацией. Для доступа к сетевым ресурсам часто бывает нужно указать имя пользователя и его пароль. Пользователь, на компьютере которого находится ресурс, файл, диск, папка или устройство, является его владельцем и имеет полный доступ к этому ресурсу. Владелец ресурса может разрешить другим пользователям сети доступ к своему диску, папке, файлу. Единых правил поведения пользователей в локальной сети не существует. Отметим лишь некоторые общие требования. Не передавайте другим пользователям ваше имя и пароль для входа в сеть. По возможности сохраняйте информацию на диске вашего компьютера, а не на дисках общего пользования. Просмотр доступных сетевых ресурсов осуществляется в папке «Сеть». В окне этой папки отображаются общие ресурсы сети, к которой подключен компьютер. Компьютеры, папки, файлы, принтеры. Важнейшей характеристикой работы локальной сети является скорость передачи информации в ней. Это количество информации, передаваемое за единицу времени. Скорость передачи информации по сети обычно измеряется в битах в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...